В прошлом году ситуация была похожая. Мой братишка поехал за зимней резиной и купил ее в Белорецке. Странный город, Магнитогорск, да, у нас? Все гораздо дороже. Не проще ли приехать в Агаповку, на Агаповский рынок, павильон Форсаж, ну или на авторынок на автомобилистов и оценить низкие цены, потому что в случае с резиной на 13 ваш выигрыш порядка 300, может быть, 400 рублей. А если резина на 16, то выигрыш может быть и до полутора тысяч. Ну что, добро пожаловать обратно в нашу любимую, хорошую Агаповку, либо на павильон номер 72 на рынке на автомобилистов. Это мы вам чуть-чуть приоткрываем глазки и показываем, что конкуренты коммерсов больших не стоят на месте. Да потому что колоссы на ногах взвинченных цен начали рушиться под воздействием тех, кто привык довольствоваться меньшим. Он работает и в Агаповке, и в Фершампенуазе. И имя у него Форсаж. И вот мы приезжаем и сюда, в Агаповку, в магазин Форсаж, для того, чтобы вам открыть кое-что новенькое. Ранее мы такого не знали, но оказывается, сегодняшняя российская технология позволяет использовать полиуретановые пыльники для шрусов. Я, честно говоря, не поверил и долго-долго выворачивал, пытался порвать, ничего не получилось. Потому что материал чрезвычайно прочный. И самое забавное, что цена вопроса 150 рублей. То есть вы можете приехать сюда, в Агаповку, и купить то, что не купите в Магнитогорске. Потому что пыльники, в принципе-то, они одинаковые. Ну, там чуть-чуть, плюс-минус. Без разницы, потом к кому-то он прижмете, да и все. И вернувшись уже в Магнитогорск, вспомним дешевость запчастей на корейцев. А тут все просто. По сути, весь корейский автопром – это три базы. И даже без модификаций. То есть именно корейцы стоят после американцев по низкой стоимости запчастей. Но у нас зима на носу. А это еще и масла. Хотите здесь подешевле? Ну что ж, придется поискать. Ну, а как бы хотели, найти павильон действительно сложно. Потому что это торговый ряды на автомобилистов. Торговый ряды на автомобилистов. Павильон номер 72. Помните, был такой магазин 72-й? Только он на московской располагался. К сожалению, его мы не рекламируем. Ну, по крайней мере, пока. Поэтому сюда приезжаем. Ради тех самых дешевых и совершенно доступных цен. К примеру, магнитола здесь. Пионер. 2500 рублей. Настоящий пионер. Я хотел посмотреть, как сделаны воздушные фильтры. Обалденно дорогие. Вообще не по-детски, между прочим. 200 рублей стоит салонный фильтр. Знаете, очень качественно, грамотно изготовлен. И ноу пробуем. Корейский. Топливные фильтры здесь в пределах 150 рублей. То есть, перестали экономить вообще на обслуживании автомобиля. Если вы еще автомобиль не перевели на газ, как я это сделал. Поэтому топливные фильтры меняете желательно каждые 5000 километров. Как и масло. Открыл сервисную книжку своего автомобиля. Машина 1994 года. По сути событий, за 200 тысяч километров пробега надо один раз поменять только ремни. Все остальное, все остальное, все остальное меняйте масло. Каждые 5000 и машина будет бегать. Предыдущий хозяин менял двигатель в идеальном состоянии. Теперь самое дешевое и для тех, у кого нет денег на Линкольны и на Мерседесы. Ну, владельцы Логанов. Извините. Машина хорошая. Да, недорогая. Без наворотов. И запчасти недорогие. Рулевый наконечник 400 рублей. Ну, давайте немножко с небес на землю. Это с какого перепоя в магнитку едут за деньгами? Магнитогорск это никакая не столица, ничего. Это деревня, по сути, при фабрике и при хоккейной команде. Гипертрофированная деревня с жадными, злыми и зашуганными жителями, которым лениво оторвать пятую точку и проехать 300 километров для того, чтобы вкусить и гислорода, и культуры, и другого образа мышления. А раз народ ленив и завистлив, то его можно и нужно доить. И это мнение всех, без исключения бизнесменов. И вам сильно-сильно повезло, что пока еще на ТВ есть единицы, желающие вам помочь. Эти единицы пока еще работают для вас. Работают пока. Итак, мы активно атакуем высокие цены. Да немножко достало в городе, в котором цены должны быть ниже всех, цены выше всех. Это из чего бы это? Не все на комбинате работают, далеко не все. А те, кто не работают, те предпочитают приехать вот сюда, на торговые ряды, на автомобилистов. И даже те, кто владеет машинами, потому что повеление номер 72, форсаж, диктует вам действительно низкие, пожалуй, самые низкие цены. Ну, естественно, здесь нет всего того, чего есть в торговых центрах, но товары первой необходимости не должны стоить дорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА